здравствуйте мои любимые подписчики с вами как всегда алексей крылов мы находимся в египте город шар-мальшейх отель называется albatros aqua blue в это видео мы вам покажем обзор пляжа если вы ведете на карте albatros aqua blue то вы увидите что он находится где-то как сказать там ну не вторая линия где-то вот далеко вот так сказать да вот короче далеко находится то есть до пляжа нужно ехать на автобусе что мы сейчас и будем делать так сейчас мы найдем остановку не сказали где-то там дальше он останавливается и будем уезжать так что-то я уже иду-иду где тут эта остановка ну сказали где-то там где-то там где-то там да сейчас мы куда-то туда уйдем и найдем остановку короче стояли стояли ждали этот автобус охранник начал впаривать такси короче непонятно где они там едут где не останавливаются я посмотрел на карте тут принципе эти 10 минут вот он albatros aqua blue и там если на карте посмотрите море то есть он прямо находится то есть тут вот через вот эти дворы надо пройти будет мы попадем на пляж так тут всякие эти лодки какие-то ведь и тут мусорки заодно можно вот посмотреть где живут где живет местное население вот мы идем как по дворам но тут хоть дорога уже есть а вон на кублю короче мужа тут заблудились так зашли какие-то дворы вот он пишет бич альбатрос непонятно что тут происходит на вот рамка наверное этот так выбежал охранник сказал тут все закрыто короче сзади нас люди они тоже в поисках пляжа то есть мне одни такие и все не понимаю то есть этот пляж закрыт где-то они открыли горят возле городского пляжа тут есть городской пляж вот но мы идем мы не сдаемся потому что алексей алексея просили покажи пляж алексей покажет вот здесь видимо пляжа сюда идем здесь давлю я ну давай посмотрим . зазы так вот мы куда-то выходим и что кошечка тут кушает так тут куда-то мы опять зашли непонятно куда то есть где-то тут городской пляж наверно вот тут вообще обрыв это пройти не можем но смотрите я думаю назад мы доедем на этом шаттле просто нас короче что-то все запутали туда туда еще охранник что-то такси начал впаривать да таксист начал впаривать нет чтобы охраннику сказать типа ну ну как-то это он к нему присоединится говорит давай давай на такси на такси это его какой-то друг так спросили у местных сказали да мы идем в правильном направлении пляж альбатроса здесь вот как короче выглядит этот пляж да тут есть какая-то барная стойка а не не спасибо вон барная стойка да есть вот он лифт который должен типа работать я спустил и все но он не работает все правильно бич альбатрос хотел вот она барная стоечка фух нужно выпить водички а то мы так долго шли так вот такой да вот такой заходик но правда тут все впритык стоит нет никакого песочного захода то есть видите сразу обрыв идет вот вот это пляж альбатроса вот так он выглядит так смотрите здесь также можно перекусить вот здесь какие-то как это снэк бар бич снэк бар так смотрите ну вот есть такой мини песочный заход видите как это дело выглядит то есть принципе тут даже есть один ребенок и и и и и ну что я проплылся короче не знаю куда тут плыть что-то корала вообще не вижу будешь плавать никит да ну давай я просто плаваю тут песок один вот так вот или далеко на я знаю точно вот там уж далеко видите там на углу аж вот там останавливаться лодки там по-любому далеко уплыть там есть красивые кораллы вот здесь вот за пределы этого этих буйков нельзя уплывать потому что здесь этих ходят как вот эти субмарины всякие ну и будет это спасатель свистеть поэтому так вот как-то что-то кораллы не очень сейчас никита поплавает ну что вы смотрите поплавал никита ну что ты нашел в кораллах я нашел кораллы вы не знаю где ты смотрел но там кораллов столько примерно вот два метра на два метра и рыбки там даже есть да да ты камень такой да был в воде а там песок а не представляете это кораллы то есть ну короче не знаю вот если смотрит вот с тем отелем как он называется хилтон шарм предыдущий да то есть там не знаю там целый заповедник по сравнению все вот если по сравнению а кто-то скажет нет там тухло было но за себя вообще здесь канала вообще нет получается но у отеля принципе классное расположение идет при него он находится вот центр ну как старый город видите мечеть вот получается пешком можно спокойно здесь гулять это огромный плюс вот твое мнение про отеля сейчас ну так коротко чисто вот если коротко я же говорю кто что что вы хотите смотря получить территория отеля хорошая питание хорошие номер достойные как вам не но если вам вот необходимая галочка море море что было опять звезд то нет здесь такого нет поэтому выбирайте мы отправляемся наверно в старый город как бы выйдем из отеля и в принципе покажу что здесь есть вокруг и посетим разные интересные места но для начала мы забежали в лобби-бар и что будем брать давай я выключу камеру а ты заказывай и так куда мы отправляемся кстати мы сейчас будем идти ай трубочка падает давай давай трубочка держи 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 спасибо так надо все спасли трубочку идем от лобби-бара вот смотрите как тут выглядит холл получается получается что для того чтобы высыпаться что-то получается мы все отправляемся то есть сколько мы уже в этом отеле находимся здесь я не знаю кажется мы не в египте вот здесь очень чисто поэтому очень а попадает реальность да очень чисто да и самое главное все сотрудники на буду это уже каждом видео все чистые все аккуратненько мы прям не знаю прям идешь и все мы все в деталях подсветкой да фонтаны все то есть даже смотрите бар меня что удивило я попросил кофе он взял перемолол зерна вставил это в кофе-машину и сделал мне натуральный эспрессо итальянский сказал да сказал итальянский вот так и это ол инклюзив здесь так то есть обычно я брал ложку растворимого тут если еще был этот кофе потому что как бы в отеле где жил то есть там нерастворимое заканчивается обычно с термоса да как-то больше наливая но либо с термоса да но иногда и того и того не было вот тут прям все так прям вообще не знаю возле нашего отеля есть еще аквапарк альбатрос обычно туда вход платный если вы там ну в каком-то другом отеле мы можем без проблем туда заходить на территорию с 10 до 5 сказали да и пользоваться аквапарком это очень круто это будет уже в следующих видосик вот идет такая торговая улица длинная здесь вообще она идет куда к старому городу там находится альбатрос но мы сейчас идем на улицу это el mercato на параллельную там находится такая кофейня где там пил кофе в том году так вот поэтому зайдем и там очень вкусные сладости вот это кафешечка короче есть тут столики и на улице вот называется раяхи если сидит много местных значит место должно быть хорошим вот он здесь огромное количество смотрите сладостей их можно все продегустировать вот потом есть всякие орешки здесь тоже огромное количество все даю дегустировать вот еще делают вкусный кофе ну рассказывай как тебе кофеек мне нравится с кардамоном я не знаю просто кто любит кто нет специи такая специфическая пряность ну мне нравится я так понимаю в каком-то аппарате это сделано вроде как турецкий особенно судя по пенке да такая ну да да стоящая на кофейная кофейная пена ну вот посмотрю когда до дна дойду будет ли осадок стаканчик когда будет ли осадок действительно так мы покидаем это прекрасное место так забежали в аптеку сал цены реально фиксированы вот диана показывала покажи что это такое короче набрали такой штуки называется коломил д то есть эта штука например от всяких укусов если какие-то ну как мне диана объяснила все что есть на коже все сразу исчезли да 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 дашь шли сроки на ребенке проверим да вот так вот ну у нее есть пост по поводу этой поэтому подписывайтесь на инстаграм и там вы увидите что это такое короче какое-то чудо средства я взял пять штук одно стоит 8 фунтов то есть пол доллара вот так вот у нее в инстаграме пост про эту штуку есть подробно поэтому там думаю не сложно найти зайдите на инстаграм и посмотрите просто у нас эти всякие медикамент к нам не стал 8 фунтов я такой думаю не понял думаю может 80 но курс сейчас 16 там фунтов 1 доллар причем даже чуть-чуть дешевле получая да мы взяли пять штук это 38 я короче так удивился просто здесь рядом медикаменты очень дешевые ну как по низкой цене идут и качество здесь считается у них очень хорошее потому что тут подделку смертная таз поэтому в принципе ну как люди ищут какие-то там лекарства которые нужны едут в египет и здесь все покупают для меня самый главный сувенир это еда то есть во время отдыха вот я говорю египет мне нравится кофе кофе морепродуктами то есть вот в старый город можно идти шмотки в принципе все китайские везде то же самое среди у нас там на сайте продают то же самое все поэтому затариваться шмотками я тут вообще смысла не вижу вот а вот что-то вот вкусное просто вот поесть запомнить этот момент вот для этого нужно сделать я даже сейчас иду а у меня этот аромат кардамона кофе так сразу настроение вообще меняется честно ну да да я говорю здесь же днем шли казалось бы в этом же месте прям ну да мы тут шли на этот на пляж вот мне нравится здесь в старом городе что можно покупать креветки на вынос то есть 10 баксов можно кофе посидеть попить можно еще вот попробовать где-то кальян честно скажу я когда-то давно тут пробовал я как бы не особо такой любитель этого дела но можно зайти попробовать мне Диана говорила она я получается с Дашей сидела в отеле она там с друзьями ходила это дело пробовала говорит за доллар взяла и говорит так прям очень был крутой вот но говорит нужно зайти в то место где сидят в основном местные ну что все Никиту уже заставляют купить он говорит я сейчас погуляю потом куплю его уже во всем начали обвинять ну что пойдем или тебе уже неудобно уходить да неудобно карту дарил какую карту так скажи мы знаем тут вот она главная мечеть ну как то такая основная достопримечательная от Шар-Мальшейха вот в старом городе находится что он тебе сказал ты понимаешь он надавил на больного он говорит ты что меня не уважаешь да а ты ж уважаешь я думаю ну действительно ну возьму его какую-то визитку да и все мне что жалко что ли а он за то что иди в магазин все равно я говорю так сюда неси а он говорит ну все да он начинает я с тобой разговариваю куда ты уходишь это не уважение ну такое да вот ну это ладно кстати вот там у них был на входе уже кальян по доллару вот это по-моему вообще очень низкая цена просто жаловался говорил что тут никто не затягивает в принципе здесь еще остались эти старые египтяне посмотрите при желании здесь можно зайти в эту мечеть я не помню заходил или не заходил уже забыл по моему заходил я уже не помню ну короче можно это сделать только нужно будет одеть одежду которая прикрывает тело там idea evosu вот это здесь это все выдается поэтому ну мужчин им это его джинси это можно да ну там короче все прикрывается что не нужно поэтому здесь это всё выдаётся вот в принципе идет вот эта основная улица я уже говорю про креветки меня спрашивают вот мечеть ориентир вот здесь огромный флаг стоит вот флаг вот и вот она улица видите светится форез идете на эту надпись и получается с левой стороны вон там фонари там висит обычно огромная рыбина такая она для привлечения туристов и там можно за 10 баксов купить себе эти креветки вот как это все выглядит здесь есть рыбный ресторан короче чего тут только нету смотрите креветки мидии а почем хамач 23 доллара килограмма готовы да а такие почем а такие почем 20 22 2 2 2 2 так вот как это выглядит но вот там вот обычно было по 10 все вот здесь могут это при сколько стоит помочь хамач 7 пишут по 7 долларов а вот это вот это 9 долларов это готовые должен супер а вот такие одиннадцать одиннадцать долларов вот по 9 долларов круто я уже смотрю лёша загорелся я просто сытый не я тоже объелся в отеле очень хорошо так но поэтому тут вот без проблем это можете сделать в общем здесь есть все что нужно не вон кальяны короче набирайте что хотите смотрите как вот в египте круто найти подписчиков то есть можно пойти снять всех продавцов и каждому говорить у меня есть youtube канал подписывайся я тебя покажу в своем видеоролике и он начнет рассказывать своим друзьям смотри смотри я там в ролике смотри короче вот и тут короче сразу тупо полу шарм альшейха тут же у них как сказать ну у них такие как-то друг друга близкие такие отношения вроде бы все братья восточная какая-то черта да и сразу огромное количество подписчиков можно вести какой-то бесконечный прямой эфир в книгу рекордов гиннеса занесут если ты у каждого продавца просто магазин будешь ходить или до камеру поставить и они будут подходить и сами планировать мне здесь нравятся вот такие вот эти лампы вообще классный вот сзади меня кальяна и он на меня смотрит мужики давай туда зайдем на просто отручить и в другую не снимаете по себя снимать и позади спросим почему там кальян так мы присели к этим мужикам вот маскируемся подам маскируемся под местных так вот сказал один доллар кальян ничего причем за доллар можно попробовать правильно только меня интересует следующий момент он не спросил с каким вкусом потому что один вид какой-то не может еще подойдется ну давай да сейчас подойдет посмотрим так смотрите вот нам тут кальян за доллар вот предлагают потом здесь кофе чай по доллару все да и соки по 2 доллара свежие да нам сказали самый лучший кальян здесь очень самый лучший самый лучший сок все все самое лучшее да поэтому думаем если самое лучшее нужно попробовать сейчас попробуем так вот никите сок вот мне сок манго у него манго клубника гуала вот сказали что это сам да пустинка такой реально у тебя клубника да правда он что-то не холодный какой-то ну как прохладный нам принесли кальян а к нам еще принесли водичку мы не узнали бесплатно или нет но я когда был форез плотно плотно в общем что интересно просто зайти в такую раздолбанную какую-то кафешку местную посидеть вот так вот на улице тоже в этом есть какая-то своя фишка поэтому попробуйте когда будете ее найти очень просто когда вы будете не по улицу по улице и будет сидеть много местных мужиков значит это вам нужно именно туда вот так вот ну есть конечно здесь такие пафосные типа но это уже не то а тут играет вот эта музыка арабская здесь подряпанные такие стулья старые грязные вот это как раз вот этот колорит и ты такой как мафиози сидишь смотришь на эту улицу это твой район когда мы летели в египет мы рассказывали про эту турбулентность ясного неба да ты говорил что самолет на 30 метров да мы сейчас просто я читаю видео там люди пишут комментарии разные ты говорил что самолет может провалиться на 30 метров то есть я говорил почитайте про рейс вот почему нужно пристегиваться то есть попал в неожиданного вот эти как она турбулентность ясного неба тут не 30 метров тут пишут что самолет подбросила на 100-200 метров вверх вот тогда просто не было таблички чтобы все пристегнули ремни это нет просто игрек если сидите в самолете просто будьте пристегнуты просто и варслабьте вот неожиданно подбросила на 200 вот 100-200 метров вверх там точно не знают и то есть там где-то 20 человек были так госпитализированы потому что серьезные травмы в этот момент не были пристегнуты поэтому видите это такое ну непонятные феномены происходят как бы самолет самолету ничего не было пристегнут самолет они вообще предназначены они как бы да они на это все дело рассчитаны то есть самолет приземлился там в салоне в общественной фотографии посмотрите москва банк введите турбулентность то есть там в салоне жесть была так вот все было разбросано и ну самолет убрали и он полетел сразу же назад потом вот так вот то есть такие ситуации бывают поэтому когда летите в самолетах желательно пристегивайтесь непредсказуемо это речь вообще ну да да так кальян и два фреша обошлись 5 баксов если тут вообще вообще прогуляться тут целый такой как сказать такая сеть этих кафешек идет где сидят вот эти вот местные мужики то есть вот где арочки видите сидят мужики прямо вон их и там тоже можно посидеть попробовать вот это место они тут сидят рубятся в нарды короче играют в карты и тут вот они курят эти кальяны дерево подсвечено синим цветом поэтому вот такие места они такие как сказать ну интересные ну что вот мы вернулись в наш замок будем скоро ложиться спать вот на этой прекрасной ноте буду заканчивать это видео или мы дойдем до барной стойки и там закончим это видео да наверно тогда наверно там закончим уже там лучше подсветочка идет а тут как-то очень темно вот он пол нашего отеля точнее лобби бар но тут этих баров и короче территорию так и полностью не исследовал тут очень много всего давайте написать на диванчик вот закончим уже это видео то есть я уже буду попросить здесь прям все и диванчики но в этом отеле все идеально вот все чистенько и все хорошее это прекрасной ноте будем заканчивать это видео всем счастья здоровья всего самого хорошего самое главное путешествую с вами был алексей крылов обязательно смотрите под видео там есть ссылочки на места где был шар-мальшейк то есть там интересные экскурсии потому что эта погода у нас такой более еще спассивный идет всем пока путешествуйте а и а а и и и и и тут и по и и их но Редактор субтитров А.Семкин